И к другим темам. Малиновый звон в Волгодонске. В канун Великого праздника Святой Троицы на территории храма Святого Война Федора Ушакова установлена первая в городе большая звонница. В православии принято считать, что диапазон звуков, издаваемых колоколами, символизирует жизнь человека от рождения до смерти. Около девяти часов вечера в Волгодонск прибыл автомобиль из Архангельска, доставивший долгожданные колокола большой звонницы. Этого события более года ждали как служители, так и сами прихожане храма имени Ушакова. В первой партии 12 колоколов. Масса самого большого 820 килограммов. Самый маленький, так называемый, зазвоны. В 20 раз легче. Через месяц в Волгодонск прибудут еще два больших колокола звонницы. Вес главного благовеста свыше полутора тонны. Люди действительно смогут услышать настоящее звучание колоколов. Я раньше сам не мог понять, когда мне говорили, что, естественно, музыкальный инструмент звучания исходит от того, от вибрации, например, струны или какой-то части металла, идет звуковое колебание. А от колокола идет колебание своеобразное. Звук распространяется в форме креста. Я сам в этом убедился, когда год назад был на заводе в Ярославле, где отливаются эти колокола. То есть, на самом деле, звучание колокола идет таким образом, что оно и вдоль, и поперек распространяется звук. Образуется форма такая креста. Колокола спешили установить до утра, до начала праздничной службы в честь Святой Троицы. Монтировали звонницу всю ночь. Тогда же и прозвучали первые звуки самого большого колокола. Утром в храме имени Ушакова на праздничной службе собралось около сотни православных верующих. В этот день их ждал большой сюрприз. Сразу после литургии настоятель храма отец Александр произвел обряд освящения большой звонницы. Затем специально приглашенный звонарь-композитор из Петербурга подарил всем прихожанам так называемую музыку русской духовности. Впечатления необычные. Я стояла сейчас и ощутила, что я стою и купаюсь в этих звуках. Не было ощущения какого-то лишнего грома. Звуки не пугают. Наслаждаешься этими звуками. Когда звонили колокола, хоть и на улице будет сегодня, очень жарко будет, а по спине холодные мурашки бежали. Наверное, это что-то к истинно русскому православному призывает к доброте, к доброму отношению между людьми. Наверное, приятно. Звонари из Архангельска и Петербурга поработают в нашем городе всю неделю, чтобы обучить мастерству звонов колокола всех желающих. Ведь каждая звонница – это неповторимый инструмент, рождающий удивительные мелодии, которые находят отклик в сердце каждого верующего. Звукоряд отличный. Колокола хорошо сочетаются между собой и звон получается красивый. Можно сказать, малиновый или красный. Олеся Дорганева, Виталий Гадидей, Евгений Майзипин. Новости ВТВ.